В Лилианске мы начали со стороны столицы, как это происходит на местах, здесь целый ряд особенностей есть, и вопрос, когда в Минске столичный сейчас и конфедерация, то есть какая-то возможно новая структура появляется, сотрудничество региональных организаций, для того, чтобы вместе, причем Минск тоже регион, не вне сомнения, для того, чтобы наша компания была более эффективной, потому что я последний год объездил много городов, встречаюсь с местными начальниками, полкомами, директорами, и когда я говорю, слушайте, а почему вы не обращаете внимание на ДНР, а что можно, а что нужно, и когда мне говорят, да, слушайте, если, например, Винфин какой-нибудь или Сергей Дмитров получил бы решение или предложение местных органов власти или города, то позиция любой ассоциации, Витебска, Минска, Могилевская, была бы гораздо существенной, гораздо весомой. Полознь, пожалуйста. Ну да, спасибо, Лилиан Ивановна. Я не думаю, что я что-то скажу новое, да, но постараюсь дополнить, действительно, таким предвзятым взглядом за регион. Безусловно, у нас нет такого огромного опыта в локосе и работы, как у Винфинского столичного союза, как у Конфедерации. Безусловно, у нас на сегодняшний день нет, наверное, и таких возможностей, и такого поля действия. Тем не менее, как бы то ни было, мы, насколько можем, участвуем в работе, которая ведет Конфедерация, мы поддерживаем, когда можем, столичный союз в тех вопросах, которые выносится на национальный уровень. И, наверное, вот эта цитата, она как раз наилучшим образом связывает то, что сказала Илья Ивановна. У нас не будет моментального кота взлета, это шаги, это степ-бай-степ, это постепенно, и другого варианта нет. Мы говорим, вода точит камень. Поэтому вот цитата Джо Жерара, это вот лучшим образом подходит. Теперь, наверное, теперь перейдем уже к региональной тематике. Хочет ли власть диалога, где говорите, с кем говорить, легче или сложнее находить общий язык с местной властью? То, что Ярослав вынес в каждом языке. Ну, хочет ли власть власть, безусловно, я не скажу, что она хочет или не хочет, но она готова на сегодняшний день вести диалог. По большому счету, так или иначе, это было, наверное, всегда. Возможно, это сказывается тем, что все-таки эффект региона, эффект малого города, где практически бизнес так или иначе знает все руководство, он здесь сказывается. Поэтому, поверил вопрос, где вести диалог и с кем вести. У нас на сегодняшний день есть несколько возможностей. Это советы по развитию предпринимательства, областной, городской и дырорайонной, которые обозначены, что должны быть везде. У нас есть советы депутатов. Это те площадки, где на сегодняшний день можно так или иначе работать. Куда можно входить, где мы как бы есть, насколько они эффективны, это второй вопрос. Посмотрим. Сайт областного ведерства исполкома. Все, что есть о совете по развитию предпринимательства, это распоряжение, где-то можно скачать состав, посмотреть информацию о совете по развитию предпринимательства, который создан второй. На сегодняшний день у нас есть республиканский совет, да, и по предложению Турчина во всех областных центрах должны были быть созданы его региональные структуры. И если, в отличие от общественного областного совета, куда входит бизнес, где председателем университета является зампред областного полкова, где мы встречаемся и мы видим перед собой начальника налоговый, начальник кандид-экономики и так далее, и так далее, где мы можем как-то с ними вести диалог, когда возникает проблематика какая-то или когда зовут, то то, что создано по предложению сверху кандид-экономики совета превратилось в 14 человек, один предприниматель, и в положении, в котором написано, что организационное информационное обеспечение вложится на членов совета, организуют работу председателя совета, вы нас зовите и предлагайте, если мы нужны, мы придем и прислушаемся к тому, что вы скажете. Но наш председатель уже является и членов декан совета, он уже озвучил эту проблему, и Турчину на совете сказал, и озвучил это на встрече, у нас две недели назад прошла встреча с членами верхней платы парламента, были шесть сенаторов, на круглого столетия, где обсуждали седьмой декрет, вот, к сожалению, агент Болезович Куев, он там тоже присутствовал, вот, Рыцал Владимирович Кодесов там был, да, где мы сказали, что смысл в двух советах, которые друг друга подменяют, а второй в этом еще совершенно неэффективен, потому что если там нету чиновников, их нужно звать, и мы еще, мы в ассоциации соберемся и пригласим кого хотим и поговорим между собой, смысла в этой структуре нету, тем не менее, эта площадка, куда она зовут, если мы говорим, вообще, и там можно о чем-то говорить, дальше, городской уровень, я сейчас просто говорю об отношении власти к этим советам, они сами не знают, о чем в следующем делах, сайт Визитского городского исполнительного комитета, чтобы найти совет по родительству предпринимательству, нужно зайти в раздел экономика, найти раздел предпринимательства, куда-то ниже опуститься, и все, что увидеть там состав совета, все, это вся информация, хотя совет есть, он так или иначе собирается, и что-то там тоже можно наблюдать, какие-то проблемы уносить, но о нижнем уровне, я просто говорить не буду, это просто картинка, сайт Витебского районного исполнительного комитета, как-то и более лицо в городе, экономика, приниматель сайта, ну картинка не скачалась, простите, контакт на лицо, все, дальше белая боли. Теперь, основная проблема, на мой взгляд, проведение от двух этих компаний в регионах, это вообще проблематика, потому что, в отличие от Минского столичного сфердоконфедерации, которые находятся, кстати, быстрее проблем, и у них есть вход в министерство, ведомство и прочее, где решаются национальные проблемы, регионы сильно ограничены в этом, и больших каких-то проблем, которые касаются и могут решаться на региональном уровне, их достаточно мало. Та проблема, которую мы пытались решать, это налог на недвижимость, налог на землю, то, что подписано в налоговом бодексе, и то, что якобы решается местными советами, мы просто уперли стену на все наши обращения, письма, разговоры, встречи с депутатами, ребята, вот все, что угодно, кроме налогов, это местный бюджет, это святое, это мы не трогаем. И, как выясняется, опять-таки, упирается все в национальный уровень, да? Да, Минфин доводит планы по бюджету, в плане по бюджету есть четкое структурирование, сколько процентов доходов от таких налогов должны получить. Если заложено, что там, вспомнил, 15% это налоги земельные и недвижимость, то местные советы депутатов не сделают ни шага, ни вправо, ни вверху, они будут максимально требовать эти деньги, и все. Поэтому для адвокации в регионах самая главная проблема – это проблематика, что обсуждать, с чем выходить. И получается, что в основном это какие-то отрывочные, разовые какие-то решения местных органов, которые, как правило, делаются под копирку с того, что приходит из Минска, приходит сверху. Второй момент – есть отдельные проблемы отдельного бизнеса, которые можно решать, помогать, впрочем, но здесь включается фактор такой, как недоверие – это действительно отсутствие консолидации в бизнес-сообществе. Оно есть, от этого никуда не денешься. Второе – это отсутствие консолидации на сегодняшний день. Бизнес-сообщество, как в любом, как и в Минске, в регионе, оно неоднородно. Есть крупный бизнес, есть средний бизнес, есть мелкий бизнес. Мелкий вообще, вот он как-то там варится в своем котле, средний и крупный, привык решать свои проблемы сам. Он заходит сам, открывает двери сам, и по большому счету он говорит о том, что мы решим все сами. Потихонечку не трогайте нас, а потом происходят ситуации такие, как в Минске, когда чужат, накрывают и прочее. Вот, поэтому вот эта проблема, которую надо решать, из которой надо что-то делать, и, может быть, перенимать опыт в Минске, в Минских коллегах, не могу сказать, на обсуждение. Дальше – страх. У бизнеса есть страх. Бизнес боится выносить на обсуждение свои проблемы, потому что это все может закончиться для бизнеса плачевно. У нас в этом году был достаточно неплохой опыт решения проблемы. Я считаю, что Минске ассоциация сделала работу за всю республику. Начало года, января, 8 января, мне звонит Татя Санкт-Петербург, говорит, слушай, ко мне пришли с административного обхода. Что это такое? Приказ 2004 года, которым санстанции и все эти самые органы не пользовались в отношении частного бизнеса, предписывал создать комиссии с участием органов санстанции и ежемесячно проводить санкетарные обходы, которые должны были смотреть, как покрашены стены, есть ли информация, агитация и так далее, есть ли мыло, условно, мыло, танк, туалет, гигиена, когда создается, это еще не в первометре. У нас в моратории объявлены проверки, органы санитарного контроля сидят без работы, вспоминают, а, у нас же есть 2004 года 155 приказ, почему бы нам не пойти? Я не забываю, что административный обход это не проверка лицензионная. Приходят практически с таким же подходом. И когда в одной нашей томатологии приходят в 8 часов утра, в 8 января, а при этом директор, он еще и сам врач, один из лучших врачей в городе, и когда, естественно, он сверлит пациента, ну, там, смотрите, что, ошибка, безусловно. Или смотритель растягивается на весь день, что-то находит, что-то не находит, до следующей недели они начинают по звонкам, через 2 дня они уже свои письма, 38 вот субъектов обошли, результаты не знают, что больше делать, звонят, что будем делать, то что. Давайте будем бороться. Давайте. Что делаем? Самый простой способ, да, у нас есть в основном управлении Минздрава, давайте возьмем сюда, собираем группу активных наших стоматологов, медиков частных, говорит, давай, так, ну что, пишем письма, хорошо, куда будем писать, в областной управлении, нет, ну они же сами подписали, хорошо, блин, Минздрав, Минздрав прямая структура, не будем. Как раз этот день проходит у нас коллекционное векторное совещание, я этот вопрос на нашу, просто вот обозначаю, на всю республику. И мы со своим тоже обсуждаем, куда, ну давайте тогда в Минск. Пишем, госконтроль, совмин, администрацию президента. Совмин и администрация президента пишут, мы разберемся, отправляют в Минск, Минздрав наслечает внутренний проект, госконтроль делает вообще непредсказуемый шаг, он начинает проверять санстанцию. И по всем битерским стоматологиям начинает ходить санстанция, спрашивают, приходили, приходили, в журнал записывались, не записывались, раньше ходили, предыдущие, в 14 лет, не ходили. Так, мы не поняли, что в это, ко мне приезжает человек, который был первым, говорит, у меня врачи, и гевают, простите, потому что санстанция, кто санстроен изменит не нас, а имеет санстанцию. Поэтому факт остается фактом. В результате, результат нашей работы, да, решение отменено, более того, формулировка, с которой, которую разослали письмо по частным медцентрам, по электронной почте, значит, решение отменяется, обходов не будет, работайте, как работали, все хорошо, письма, пожалуйста, вернитесь обратно. Мне звоните, пожалуйста, директор говорит, ко мне письмо пришло по электронной почте. Как вернут? Я говорю, ну напиши, возвращай, пошли. Чем закончил, для человека, который подписал, это был замначальник областного управления, мы у нас начали внеочередную переассестацию, выговор и так далее. Когда все это проходило, мы, вот я вернусь по вопросу, да, страха. Страха. И будет дальше вопрос со СМИ. Ко мне позвонили белорусы и рынок, да, и слушай, давай на эту проблему, тем более, проблему выставить медиконов, проблему, в принципе, республиканской, давай мы вынесем ее это сама. Я это решение не принимаю один, я разговариваю со своим именем и послушаю. Ну, указ о лицензировании находится на подписи. Что там будет? Мы работаем в лицензируемой отрасе. Более того, у меня на сайте, у нас на сайте ассоциации размещены все, скажем так, портреты членов ассоциации с профилем где-то. Мы на этот период убрали всех своих медиков с сайта. Я просто заблокировал эти границы. И, смешной факт, на Таврожке проходит общественный совет, где членом является наш представитель совета, Василий Николай Михайлович. К нему после совета подскакивает какая-то женщина, начинает орать. Как вы посмели? Да что это? Добыть, да, по секунду. Ну, 500 работающих. Лидер в производстве пластмассовой упаковки на СНГ. 90% экспорт, 30% экспорт страны Евросоюза и так далее, и так далее. Он говорит, я не понимаю, что это не... И мы, кто? Вы его подписали. Он говорит, если есть проблема, подписывайте. Они даже не поняли, что у него нет медицинского бизнеса. Они искали, сидели, где есть директор стоматологии в частной медицинской фирме, сильно себе не нашли. А тебе же? Стоматолог известный. Ну, вот, результат, да. И по зубам орешек. Да, поэтому не побояться подписать, но в то же время вынести это дело в СМИ, вот наши предприниматели сказали, нет, давай мы не будем, потому что нам работать, потому что у нас лицензия, и чек, указ, который должны были подписать, обещали полгода назад, закончить неизвестно. Поэтому вот фактор, с одной стороны, проблематика, с одной стороны, недоверие, потому что можно работать с проблемами отдельного бизнеса. У нас в том году был тоже достаточно, я считаю, положительный выпуск. У нас с проблемой была от Ярослава, знаю, многие коллеги, с кем мы давно работаем, знаем человека. У него произошла проблема с партнером, бизнес делится, партнер, бывший сотрудник органов, подключивший к своей, так сказать, к разборкам все каналы, свои погоны и так далее. И когда человеку перед Новым годом закрывают в СИЗО, прокуратура, суд, идут письма, конфедерация подключает письма, Витебская ассоциация подготовила коллективное обращение в суд, было 50 подписей, в том числе и подписался сенатор Мартынов, это Марко. Вот. Повлиял, не повлиял, но в любом случае человеку выпустили через 5 дней, когда он пришел, через 7 дней, когда он пришел, попускал, да, работал адвокат, более того, там, мы связались с Минским адвокатом, договорились, приехали Минский адвокат, уже работая с ним, Витебский адвокат, справка о здоровье, обращение и вот этот резонанс общественный, если бы не было общественный резонанс, я бы сидел до суда, суд был в июне. Нам бы заключительное слово, которое было дано, так сказать, разменяем, да, хотя, вот ни ущерба, ничего, ассоциация собрала 45 человек. Нам полчаса искали зал, куда мы вместимся. Судья сидел, не поднимая взгляд. Поэтому, действительно, если выносить вот эти вещи на общественное окружение, придавать их гласности, действительно, можно решать и проблемы частные, конкретные. Теперь я вернусь к тому, что, вот, о чем я говорю, на русских бизнесах только все смены. Можно действительно работать со СМИ. Но на сегодняшний день, опять-таки, региональная проблема, если в Минске полно изданий, интернет-изданий, которые готовы освещать проблемы бизнеса, которые готовы освещать проблемы адвокации в бизнесе, региональные, региональные СМИ от этого просто, вот, даже часто, фактически частных сменей, только электронные. Но электронные тоже не все готовы, и поэтому это проблема, да, что делать со СМИ, с одной стороны, СМИ всегда просят свое. Легко сказать, потому что это должно быть профессионально, либо нужно делать профессионально, либо не делать, правильно? Поэтому это проблема, да, это нужно учиться. Это нужно учиться делать, это нужно делать, нужно работать с журналистами, вот, потому что... Вот, поэтому, это проблема, и этому нужно учиться, этим нужно заниматься, и когда часто попрощаются СМИ, да, с какой-то там материал, там, кого-то посоветовать с бизнесом, кого можно показать, осветить, но когда они говорят, давай поднимем проблему, ну, проблемы мы поднимать не будем, не об этом. Поэтому с этим нужно на резком уровне работать, и с другой стороны, работать точно даже с бизнесом, потому что бизнес боится передавать по глазки свои проблемы. Минский может быть в меньшей степени, в регионах это чувствуется сильнее, а если опуститься на уровень районный, там это вообще просто вот жесть. Ну, отсюда я перейду к такому вопросу, который был тоже Ерфанзаном, работа с малосредним бизнесом. На сегодняшний день охват бизнес-союзом, бизнес-ассоциаций как в Минске, так в регионах, он достаточно низ. Город Витебск, 3-400 субъектов хозяйственных государств, 7000 предпринимателей, числе ассоциаций живых, нормальных, более-менее таких, как Тоши и Велитей, кто работали, ну, порядка 150 человек. То есть от 10 тысяч, грубо, 150 человек. Да? С другой стороны, когда мы сидим, вот, на городском совете, потому что тоже, как я, Городного совета, предпринимательства, нас там снился сейчас председатель, когда пришли, мы говорим, давайте, во-первых, мы уберем всех, кто не ходит на советы, предложил убрать здесь всех чиновников, оставить только профильных зампредседателя, председательство совета, зампредседателя города полкома, руководитель управления экономики и секретарь, вот это сам, остальных будет приглашать. Да, начнем к предпринимателям. Остальных будет приглашать. Смысл нам, вот, те, которые бегунки, которые все равно не ходят. Вот. А почему в садите члены ассоциации? Ради Бога, мы не претендуем на узурпацию власти и на какую-то монополию. Но, как показала практика, почему-то не ассоциированные предприниматели как-то не участвуют в этой работе. Им это не надо. Да, поэтому, действительно, вот бизнес регионов, он относится очень осторожно к адвокасе, экзоистича своих прав, абсолютно боится СМИ и боится выносить свои проблемы. Отсюда, вот, такая картинка небольшая, да? Если мы сможем консервизировать бизнес-сообщество, если мы сможем не бояться выносить проблемы наши, наверное, во-первых, мы будем сильнее и, наверное, с нами будет тяжелее не считаться. И здесь я бы хотел вот натронуть один вопрос, может быть, он не совсем попадает в те, в наш разговоры, но он призыв. Я хочу вернуться к тем презентациям, которые периодически делают для инфекции, да? Когда он говорит о смене элит, когда он говорит о том, что меняются поколения, сегодня, я вот, как есть, говорю, совершенно, может, у меня коллеги как-то немножко не поддержат, не знаю, сегодня мы стоим, в принципе, на пороге, если ничего не изменится, но если не краха, то большой проблемы в движении ассоциаций, ассоциаций, союз и прочее. Потому что бизнес омолаживается, у нас, если посмотреть по нашему объединению, у нас средний возраст, старше 50 лет, приходящая молодежь, она немногочисленна, вот, я не думаю, что ситуация другая в Минске, в других регионах, простите, руководящие органы у нас ассоциации, мне 47, я исполнительный директор, моложе меня, только как исполнительный директор федерации. Все. Если мы говорим о председателях, о лидерах, лидерах общественного мнения, никакой мере не умыляет достоинств, Владимир Павлович, 65, может быть, может быть, Силенов, 62, Маргилову тоже, и так далее. То есть, мы, извините, то есть мы станем по пороге, когда, кто будет дальше, кто будет дальше, да, потому что сегодня молодой бизнес, он, ну, на мой взгляд, более меркантилен, его можно объединить совершенно, наверное, другими какими-то мотивациями, минимум, наверное, это первая мотивация этих финансовых вещок, потому что, что я буду иметь, вступая в союз, и надо, наверное, это учитывать и думать, что с этим делать, поэтому, на мой взгляд, при бизнес-социации стоит такая проблема. Ну и в окончании от моего такого небольшого спича, да, но другого пути у нас нет, как только верить в себя и не бояться. Все, спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ